Значит, я вас разочарую. Ваше существование как страны нужно только вам и тем людям, у которых там друзья и родственники. А больше 10 тысяч лет никому не нужно. А всё остальное – это блажь милых интеллигентных людей, искренне верящих, что где-то есть кто-то порядочный. И никто никому не нужен. И цивилизация никому не нужна. Мир этот жесток и жлобоват. В том числе у всех тех леди и джентльменов, которые говорят благородные, замечательные слова под сухой мартини с маслинкой или дайкири, у кого какой коктейль любимый. Ну, так и есть. Яныч, не совсем так и есть. Всё же таки давайте, опять же, не будем больше циниками, чем мир того заслуживает. Да я не циник, я реалист. Он достаточно тяжёлый и так, чтобы делать его хуже, чем он есть. Нет, я просто реалист. Не хотите видеть реальность, не надо. Евгений Анатольевич, давайте скажем, что когда происходят в мире какие-то акты геноцида с огромным опозданием, плохо, да, но мы это видели и на примере Дарфура, и на примере Руанды, мир на каком-то этапе вмешивается. Мир никуда не вмешивается. Я редко зверею до такого состояния, Алик, вы меня знаете 25 лет. Миру плевать на Дарфур. Какие-то негры режут друг друга. Миллион человек перебили за месяц. Кофеанан становится генсеком ООН. Я говорил с людьми, которые были в Дарфуре во время геноцида. Миру плевать. Вы этого не видите, не знаете, и поэтому живёте спокойно. Миру было плевать на Холокост. Миру было плевать на геноцид в Руанде. И миру плевать сегодня, завтра и всегда, если не будет вас и если не будет нас. Это жизнь. И жить придётся в этой парадигме, ни в какой другой, и в этом мире. Это неприятно, когда не хочется надеяться ни на кого, но это так, к сожалению большому. Извините, пожалуйста, но именно поэтому я такой, как я и есть в результате. Жесткий милитарист. Но не извлёк ли мир из Холокоста каких-то всё-таки уроков? Нет, никаких. Иначе не было бы никаких геноцидов. Миру плевать на всё. Мир извлёк один урок. Затаись. Продай всех этих людей. Какой урок извлёк мир, когда праведники народов мира боятся сказать, что они праведники народов мира? Даже в Германии, которую взяли за глотку одновременно с двух сторон, мы и американцы. Когда Шарлотта Кноблох не приняли маленькую девочку, спасшую её немцы. Когда она, глава гемайнды немецкой, поехала говорить им спасибо. Вот сейчас, двухтысячные годы. И эта немецкая семья сказала, не надо встречи. Ради бога, чтобы только соседи не узнали, что мы нарушили закон и эту девочку спасли. Вы о чём? Евгений Анатольевич, ведь сколько других примеров. Ведь других примеров очень много. И это, Евгений Анатольевич, мы должны, нравится нам это или не нравится, мы должны двигаться к какому-то взаимному сосуществованию. У нас выхода нет. Мы никуда не денемся. Значит, дорогой мой, убедите иранцев. Иранцы никуда не денемся. Убедите иранское руководство. Ни перцев, ни иранцев как народ. Убедите иранское руководство. А конкретно руководство идеологического блока, руководство корпуса стражей исламской революции. Что у них нет другого пути, кроме как договориться с Израилем о сосуществовании. Иначе уничтожен будет как минимум Иран. Я говорил с этими ребятами. Они мне подробно, в мелких деталях, рассказали, почему они этого сделать не могут. И значит, работать просто не могут. Иначе те, кто против сегодняшней власти в Иране, и для кого борьба с Израилем осталась единственным идеологическим основанием свержения шаха, будут, вообще-то говоря, не за них. В любом случае, вестернизаторы. А те, кто сегодня за них, будут опять против. И они пойдут в ту же политическую помойку, что и шах. Так вот. Договориться бесполезно. Это не получается. Значит, римляне были правы. Хочешь мира, готовься к войне. Все. И мы готовимся. Ну. И готовимся. Но она и будет, скорее всего, ядерная. И хорошо бы, чтобы при этом ее не было. Да мало ли еще хорошо бы. Хорошо бы нам быть здоровым богатым. А живешь, как живешь.